Субтитры создавал DimaTorzok Новым было только шампанское А вот большого праздника не получилось Никто на этот раз не вышел на Майдан с голубыми флагами в желтых звездах Не было салюта и песен Вообще все старались как-то обходить сам тот факт, что это тот самый документ Который не подписал в ноябре Янукович Что стоило ему поста, что после этого начался Майдан, хаос Что за эти 7 месяцев Украина потерпела экономический и политический крах Разрезала войну на своей территории со своим же народом Вообще, вы знаете, если внимательно послушать, кто и о чем говорил сейчас в Брюсселе Получится довольно странная картина Будущего этого союза туманно Вот Борозов заявил, что Украина ждет долгий и захватывающий путь А Порошенко назвал его тяжелым и болезненным А еще, знаете, как-то так странно проговорился Для ЕС это, пожалуй, ничего не значит Сейчас мы покажем вам подробный репортаж из Брюсселя А пока я предлагаю вам, знаете, вот пари, тотализатор Завтра мы обязательно вывесим на нашем сайте голосование Когда Порошенко сметет Новый Майдан? До Нового Года? Или сразу после, когда станет совсем холодно и грустно? Призов не будет, потому что не нам радоваться горе соседей Но вот, честное слово, интересно сравнить наши ощущения с реальностью Ну, а сейчас слово нашему корреспонденту Константину Рожкову Сверкающие кортежи деловой категории Костюмы, вечерние платья, огромное количество гостей И такая, знаете, излишняя суматошность Очередной саммит Европейского Союза в Брюсселе Сильно смахивал на большую европейскую свадьбу Где завидный жених-иностранец Обрал в жены скромную невесту из Украины Он шел и все время оглядывался Как будто не мог до конца поверить, что все это и правда происходит с ним Бывший шоколадный король, теперь главный евроинтегратор незалежный О горьком послевкусии такого шага можно подумать после Пока пьянящий миг триумфа А вот и сам исторический, если верить Петру Порошенко, момент На документе, который вполне может потянуть ко дну всю украинскую экономику Теперь всегда будет стоять именно его подпись Украинский президент даже как будто немного разволновался И во время вступительного слова забыл включить микрофон Зато под конец разошелся, даже позволил себе сентиментальное отступление от протокола Я подпишу договор при помощи ручки, на которой написано Украина-ЕС соглашение об ассоциации Вильнюс 29 ноября Тогда этого не случилось Но сейчас у меня точно та же ручка Как потом выяснилось, ручку Януковича тогда в Вильнюсе припрятал президент Литвы Но вместе с ним Порошенко перешла и головная боль ее прежнего хозяина Потеря российского рынка может стоить Украине очень дорого И дело не в том, что кто-то кому-то угрожает В Кремле об этом уже устали повторять В случае начала реализации экономического соглашения об ассоциации Украины и ЕС России, возможно, понадобится принять ряд мер, направленных именно на защиту нашей экономики Эксперты посчитали, во сколько может обойтись Украине соглашение об ассоциации 2 миллиарда евро страна будет терять в виде недополученных инвестиций из России Вкладываться станет невыгодно из-за таможенных барьеров Еще как минимум 2 миллиарда это потери из-за возросшей цены на газ Причем неважно, будет Украина покупать топливо напрямую из России Или по реверсу через Европу Стоимость кубометра будет явно выше 268 долларов, обещанных в начале этого года Януковичу На 8 миллиардов евро могут сократиться поступления от украинских мигрантов, работающих в России Наконец, 15 миллиардов евро экономика незалежная будет терять Если украинские товары не смогут продаваться на территории России Итого, ежегодные потери Украины от ассоциации с ЕС составят 29 миллиардов евро Или 12% ВВП Но проблема в том, что президент Порошенко, похоже, живет совсем в другой экономической реальности На пресс-конференции в Брюсселе журналист, представляющий Восток Украины, спросил Что будет с промышленными предприятиями Донбасса, чья продукция исторически поставлялась в Россию И в Европе явно никому не нужна Подписание соглашения об ассоциации означает для них новые инвестиции, новые правила работы Исключающие коррупцию и новый рынок сбыта Самый большой и богатый рынок в мире Порошенко ослеплен, будто молодая невеста Президента Украины впервые пригласили принять участие в заседании Европейского Совета Проведя всего несколько часов за одним столом с лидерами европейских стран Он, похоже, возомнил себя равным в этой кампании Это был первый раз в моей жизни, первый подобный опыт, когда я принимал непосредственное участие в заседании Европейского Совета И вы знаете, у меня было ощущение, что Украина уже стала 29-м членом Европейского Союза Но если церемония подписания соглашения об ассоциации походила на свадьбу, то брак заключили явно неравны Отбросив пафос в речи председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Борозу, можно увидеть четкий сигнал О полноценном членстве в ЕС ни Украине, ни Грузии, ни Молдавии пока и думать нечего Как он сам выразился, давайте не будем питать иллюзий Интересно, ослышал ли в этот момент слова главного евробюрократа Порошенко Или все еще думал об эффектном номере с ручкой Мы в курсе, что наши партнеры стремятся к еще более тесному сближению с ЕС И, как я уже говорил раньше, это соглашение не надо рассматривать как конечную точку маршрута Но надо понимать, Грузия, Республика Молдова и Украина находятся в начале долгого и захватывающего пути преобразований и реформ Насколько долгим и насколько захватывающим будет этот путь, никто, естественно, не говорит На пресс-конференции Порошенко задали неудобный вопрос Зачем вы вообще подписали договор, в котором ни слова не сказано о перспективах членства в ЕС? Украинский президент начал выкручиваться Во-первых, у нас не было совместного заявления Украины и Европейского Союза В своей речи я говорил, что Украина претендует на то, чтобы стать членом ЕС И сегодня я вас уверяю, мы можем услышать отдельное заявление уже Европейского Союза Где они признают наше право рассчитывать на эту перспективу Как оказалось, и это тоже Порошенко додумал сам Вот оно, то самое итоговое заявление участников саммита ЕС, размещенное на официальном сайте В нем действительно есть раздел, посвященный Украине Но о членстве в ЕС не говорится ни слова Украина расписалась под кабальным соглашением, которое приравнивает ее к статусу колонии На тысячи страницах расписано то, чем страна должна будет пожертвовать И ни слова о том, что получит взамен Возможно, в будущем это и дойдет до новых властей Но уже потом, когда свадьба закончится, и придет время читать брачный контракт Константин Рожков, Дмитрий Мельянов, 5-й канал из Брюсселя Вообще, вот Порошенко сказал странную речь в Брюсселе Такое, какое-то плохо написанное В общем, наверное, трудно написать искреннюю речь счастливого человека Это весь вроде как победа Украины и ее президента Если все на самом деле ведь не так И важно не то, как Украина 7 лет шла к этому, как сказал Порошенко А действительно, что случилось с ней за последние 7 месяцев Вот слишком многое изменилось И вообще, сегодня дико смотрится в новом соглашении Написанная давно статья номер 12 И которую, кстати, никто не стал исправлять Стороны будут развивать дальнейшее сотрудничество по разоружению Субтитры создавал DimaTorzok